Знаете, вот об этом и сказал Иисус. Они смотрят, но не видят. Слушают, но не слышат и не понимают. Масонский культ глобалистов-соцепоклонников в НАСА В своей книге «Разоблачение знаменитых масонов» я показал, как Николай Коперник и Оган Кеплер, Галилео Галилея и Исаак Ньютон все позировали для масонских портретов, показывая различные символы и положения рук, обозначающие их принадлежность к братству. Галилео позируют на фоне шахматного масонского пола Кеплер со знаком «спрятанная рука» и все четверо из них позируют с масонским циркулем и глобусом, показывая рукой масонский знак «М». Сэр Исаак Ньютон даже был посвящен в рыцаре королевой Анной в мастерской ложе Тринити-колледжа. Немыслимое число астронавтов НАСА, сегодняшних пропагандистов глобалистической гелиоцентрической доктрины, также были или являются масонами. Джон Гленн, дважды сенатор США и один из первых астронавтов НАСА являются известным масоном. Бас Олдрин-младший, второй человек, слгавший, что ходил по Луне, обладатель масонского кольца, показывающий рукой знак масона 33-й степени из ложи Монклер, номер 144 в Нью-Джерси. Эдгар Митчелл, другой предполагаемый ходок по Луне с воздушного судна «Аполлон-14» является масоном ордера де Молле, вортеста ложи номер 29 в Нью-Мексико. Джеймс Ирвин с «Аполлона-15», последний человек, который лгал о ходьбе по Луне, был членом Тихон-ложи номер 104 в Колорадо-Спрингс. Дон Айзерли с «Аполлона-7» был членом Лютера Бит-Реннера «Ложи» номер 732 в Агайо. Гордон Куперс, борта Меркурия-9 и Близнецов-5, был мастером-масоном в Карбондель-ложи номер 82 в Колорадо. Вирджил Грисом с «Аполлона-1» и «15», Меркурия-5 и Близнецов-3, был мастером-масоном Митчелл-ложи номер 228 в штате Индиана. Уолтер Широ, младший с «Аполлона-7», Сигмы-7, Близнецов-6 и Меркурия-8, был масоном 33-й степени канаверал-ложи номер 339 во Флориде. Томас Стаффорд, с «Аполлона-10» и «18», Близнецов-7 и «9» является масоном и в «Вестерн-стар-ложи» номер 138 в штате Оклахома. Пол Уайтс со «Скайлап-2» и «Челленджера» в «Лауренс-ложи» номер 708 в Пенсильвании. Астронавты НАСА Нил Армстронг, Алан Шепард, Уильям Пок, Венс Брандт и Энтони Ингленд у всех отцы также были масонами. Количество астронавтов, известных как свободные масоны или являющиеся выходцами из масонских семей, и поражает. Вполне вероятно, что большинство астронавтов и людей, имеющих ключевое значение в НАСА, тоже связаны с братством, но не так открыто заявляют о своей принадлежности. Такое огромное количество масонов, являющихся членами старейшего и крупнейшего тайного общества в мире, участвующих в продвижении и распространении этой глобалистической гелиоцентрической доктрины, с ее основания до сегодняшнего дня, должно вызвать серьезные подозрения. Фред Клейнкнехт, глава НАСА, во время космической программы «Аполлон» теперь суверенный командор Верховного Совета и принятого шотландского устава масонства и южной юрисдикции. Это была его награда за ту программу. Все первые космонавты были масонами. В храме Верховного Совета в Вашингтоне, округ Колумбия, есть фотографии, где Нил Армстрон якобы стоит на поверхности Луны в своем скафандре, держа свой масонский передник перед Паховой областью. Уильям Купер Логотипом НАСА является гигантский красный раздвоенный змеиный язык, наложенный на звездное небо. Змеи, а особенно их раздвоенные языки, уже давно ассоциируются с ложью, обманом, хитростью, лицемерием, манипулированием и с сатаной и дьяволом. Почему Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства выбрало это в качестве своего официального логотипа? Организация Объединенных Наций, штаб-квартира правительства Нового Мирового Порядка, построенная на земле, пожертвованной Джоном Рокфеллером, масоном 33 степени, представлена логотипом-флагом, на котором четко изображена плоская земля, разделенная на 33 части. Есть 33 официальные степени шотландского устава свободного масонства, и флаг ООН показывает плоскую землю, разделенную ровно на 33 части. Почему основатели Организации Объединенных Наций выбрали логотипом-флагом карту плоской земли, разделенную на 33 части? Как получилось, что Фред Клейнкнехт, глава НАСА, вышел в отставку и сразу же стал главой 33 уровня масонства? Как получается, что все праотцы теории шарообразной земли и многие астронавты НАСА все являются масонами? Основой символизма ритуалов масонско-эзотерической религии является поклонение Солнцу. С первого дня в ложе, посвященный в масонство, узнает, что свободное масонство основано на всем, касающемся света, просветления, освещения, отсюда иллюминаты, и, следовательно, поклонение Солнцу, как дающему свет. Все масонские залы сконструированы таким образом, чтобы соответствовать движениям Солнца. Они всегда намеренно расположены лицом на восток по направлению к восходу Солнца, где милостивый Господь сидит далеко на востоке на троне с выгравированным изображением Солнца. Большой масонский фестиваль проходит во время христианского Дня Святого Иоанна или 24 июня, иначе известного как День Летнего Солнцестояния, когда Солнце приходит к своей самой высокой точке в году. Что касается масонского обряда хождения по кругу, говорит историк масон 33 степени Альберт МакКей, В масонстве всегда обходили три раза вокруг алтаря во время пения священного гимна. При проведении этой процессии большое внимание было уделено движению, имитирующему ход Солнца. Это обряд, несомненно, относится к доктрине, к поклонению Солнца. Масонство, походит, и является отголоском религий древних друидов, которые, подобно волхвам Персии и жрецам Гелиополиса в Египте, были жрецами Солнца. Они поклонялись этому огромному светилу, как великому видимому представителю великой незримой первопричины. Христианская религия и масонство имеют одно и то же общее происхождение, так как происходят от поклонения Солнцу. Разница между их происхождениями в том, что христианская религия является пародией на поклонение Солнцу, в котором человека, которого они называют Христом, возвели на место Солнца и проявляют к нему то же почтение, которое изначально уделялось Солнцу. Многие обряды друидов сохранились в масонстве в своем первоначальном виде, по крайней мере, без каких-либо сильных искажений. В них Солнце все еще остается Солнцем, и его образ является великим символическим украшением лож и масонских одеяний. Это центральная фигура на передниках, также его носят на груди в виде кулонов, изображают в ложках и используют в своих процессиях. Солнце, как большой видимый представитель Творца, было объектом поклонения друидов. Все их религиозные обряды и церемонии имели взаимосвязь с очевидным происхождением Солнца через 12 знаков Зодиака и его влиянием на Землю. Масоны используют те же самые практики. Крыши их храмов или ложей украшены Солнцем, а пол представляет собой пеструю поверхность Земли с помощью коврового покрытия или мозаики. Символическое значение Солнца хорошо известно просвещенному и любознательному масону, и как реальное Солнце находится в центре Вселенной. Символ Солнца является центром настоящего масонства. Только масон-ученый знает причину, почему Солнце находится в центре этого прекрасного зала. Томас Пейн. Происхождение масонства. Реальной причиной того, почему Солнце находится в центре масонских залов, является то, что оно представляет собой ядро их пятивекового гелиоцентрического обмана. Во-первых, Солнцепоклонники забрали у нас древний, природный 13-месячный лунный календарь и заменили его неестественным, нерегулярным 12-месячным григорианским солнечным календарем. Во-вторых, они поместили Солнце в центр Вселенной, а затем убедили людей, что Земля и все остальное вращается вокруг него. В-третьих, они сделали Солнце самым большим объектом на небе, предположительно в 119 раз больше, чем Луна, хотя мы можем ясно видеть, что они имеют одинаковый размер. В-четвертых, они понизили Луну до простого отражателя великолепного света Солнца, утверждая, что Луна не имеет собственного света. И, наконец, в 1969 году Солнцепоклонники на борту корабля Аполлон, названного в честь греческого бога Солнца, заявили, что совершили посадку на Луне, тем самым духовно и физически покорив ее.